Чесночные бусины, витаминный салат и солевые терапии. С помощью такого нехитрого комплекса мероприятий в ряде актюбинских детсадов пытаются предотвратить риск заражения дошколят вирусными инфекциями. И как результат с начала эпидсезона отсутствие детей по причине болезни не зарегистрировано, отмечают специалисты. Применять в ежедневной практике противогриппозные средства здесь начали в первых числах сентября. Таким вот образом поддерживать здоровье дошколят педагоги намерены до самой весны. Родителям же рекомендуется почаще гулять с малышами на свежем воздухе и прививать им любовь к спорту. Воспитатели с утра пораньше придут, проветривают комнаты. В 8 часов уже начинают приходить дети у нас. Намажем нос, арсалиновая мать и у них чесночные бусинки всегда на шее, витаминные салаты даем всегда, овощи у нас, фрукты всегда, меню. Дети у нас ходят в соляную шахту. Вместе с тем, 1 октября в области началась вакцинация населения. Для приобретения противогриппозных препаратов из средств местного бюджета выделено свыше 30 миллионов тенге. И в первую очередь прививки получают медработники, беременные, также инвалиды, лица, страдающие хроническими заболеваниями и состоящие на диспансерном учете. Остальных врачи призывают вакцинироваться самостоятельно. Каждый третий житель нашей области заболевает вирусом гриппа, за счет чего уходит на больничные листы и теряет работоспособность. Получается, что страдает экономика в целом. Чтобы не болеть гриппом, пациенты должны прививаться своевременно. Даже если он вдруг заболеет, это будет протекать в легкой форме, как заложенность носа, чихание 2-3 дня и все.